Летел или там так далее, а именно попал с концертами в Соединенные Штаты Америки. У меня был концерт в пригороде, в небольшом северном пригороде города Чикаго. Это третий по величине город в Америке, и там очень разномастная, как сказать, аудитория. И очень такой, он до сих пор считается очень криминальным городом, и там до сих пор сохранились вот эти вот все злачные места, которыми заведовал Аль Капоне, и, значит, у меня была шикарная экскурсия по этим местам. А концерт я играл, значит, в музыкальной школе у своего товарища. Там такое небольшое помещение, зальчик небольшой, ну, может быть, человек на 30. И хорошая такая атмосфера, очень правильная. И бог его знает зачем, но я так понимаю, что, может быть, для того, чтобы собрать побольше людей, все-таки я первый раз туда ехал. Он совместил мой концерт с выставкой болгарских художников. Вот представьте, где я, а где болгарские художники. Значит, выставка, кстати, была замечательной. То есть в холле были развешаны картины прекрасные. Действительно, было очень много представителей болгарской национальности. И, значит, они ходили, любовались картинами какие-то, выпивали там свои напитки, закусы какой-то национальной едой. И потом вдруг им так внезапно. А теперь сюрприз. То есть они даже не знали о концерте. А идите-ка вы все в зал. Сейчас для вас споет наш друг из России. И так сижу я, значит. И не знаю совершенно, что мне делать. А у меня, ну, по моему, как сказать, американцы называют бэкграунд, да, а я это называю, ну, по моему образованию, есть в репертуаре некоторое количество романсов, русских народных песен. Я, кстати, сегодня кое-что из этого исполню обязательно, чуть попозже. И, ну, по первости я им попел, конечно же, вот то, что может быть интересно с точки зрения вот именно культуры, да. То есть им интересно прикоснуться. А потом я начал петь свои песни. Ну, и выбирал я в основном, конечно, лирику. Никаких там экспрессивных вещей я не пел, потому что думаю, ну, в лирике хотя бы можно послушать мелодию, голос и так далее. Вот. Как оказалось, я зря переживал, потому что большая часть из присутствующих, они прекрасно понимали по-русски, а те, что постарше, даже и вполне внятно изъяснялись. Мы с ними очень потом подружились. И вот я начал судорожно соображать, а есть ли у меня в репертуаре хоть одна песня собственного сочинения, которая могла бы нас сблизить с этими болгарами. И я нашел, и они так смеялись. Я не уверен, что она несет какую-то художественную ценность, потому что песня, в общем-то, такая довольно-таки юмористическая, но тем не менее, вот я ее спел, и они были очень довольны. Сейчас вы поймете, о чем я говорю. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Мы ищем в тепло и в стужу, на митинге, на концерте. Собаку работу нужен, великой любви до смерти. Мы страшно боимся ада, хотя доверяем змею. А мне ничего не надо, поскольку я все имею. Мы будем стоять и падать, но в итоге мы выстоим. Пусть век, вот она, в наши плечи отвил. Вера в легенду, лучше не верил в истину. Закономерная нерпкость, хуже безрассудной любви. Закономерная нерпкость, хуже безрассудной любви. Затихла слепая вьюга, и солнце над миром умрет. И мы загрызем друг друга, и стремлений быть добрее. Но голос дается стерху, природою, а не нами. И он укорает сверху над нашими стриминами. Мы будем стоять и падать, но в итоге мы выстоим. Пусть век, вот она, в наши плечи отвил. Вера в легенду, лучше не верил в истину. Закономерная нерпкость, хуже безрассудной любви. Закономерная нерпкость, хуже безрассудной любви. Спасибо.